Добрый день. Георгий Дмитриевич, ну вот на носу совсем уже скоро один из самых, наверное, важных в истории Крыма, новейших и, наверное, один из самых любимых и почитаемых крымчанами праздник, День Великой Победы во Великой Отечественной войне. Расскажите, пожалуйста, о том, как жители и гости полуострова к этой дате уже готовятся, ну и, собственно говоря, вот неделя этих праздничных мероприятий, как из себя будет выглядеть? Да, вы знаете, в этом году очень насыщенная программа проведения всех праздничных и торжественных мероприятий в республике. Уже вот они начались, будем так говорить, с 8 апреля, когда мы стали праздновать освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков по нашим городам и районам. И это мероприятие продолжается. 30 апреля Симферопольский район, для примера, проводит реконструкцию событий Великой Отечественной войны в районе Украинки, Курцы, так называемый район, где будут присутствовать делегации со всех сельских поселений Симферопольского района, ветераны, школьники. Ну, прежде всего, такие акции, которые проходят по многих муниципалитетах в различных форматах, они преследуют как патриотические цели, как чествование ветеранов, так и воспитание молодежи. Это одно из самых главных направлений в работе сегодняшней органов исполнительной власти, законодательной, ну и ветеранского движения в Крыму. У нас больше всего крымчане любят и всегда с особым отношением относятся к партизанским маевкам. Вот этот вид празднования, он как в Крыму будет проходить, по каким дням, в каких местах локализации? Да, в Крыму традиционно проводится серия таких честных партизан и подпольщиков. И 2 мая традиционная партизанская маевка на Ангарском перевале, которая, ну, по, так сказать, установленным данным, если верить нашей предыдущей прессе, будет отмечаться в 65-й раз. С 51-го года она начала свою такая традиция. Вот и планируется в традиционном формате. В 9-ти до 10-ти формируется колонна в городе Симферополе на улице Севастопольской в районе площади Ленина с тыльной стороны из автобусов, которые, я надеюсь, в этом, они ежегодно подаются в необходимом количестве. Все желающие партизаны, члены их семей, родственники имеют возможность в Симферополе выехать на Ангарский перевал, поучаствовать в возложении цветов. Первая остановка будет на мемориале «Партизанская шапка», и там будут возложены цветы к этому памятнику. Затем колонна проследует на Ангарский перевал к памятному знаку в честь партизанных подпольщиков, в котором установлено на самой вершине Ангарского перевала, где пройдет митинг торжественный, ну и затем гуляние, скажем так, честование партизан, их родственников. У нас есть главный мемориал в Крыму, шестая очередь которого открывается, кажется, вроде на шестое число. Запланировано открытие мемориала жертвам концлагеря, бывшего на территории совхоза «Красный». Там этот комплекс мероприятий в чем выражен будет? Да, у нас в течение двух лет практически усилиями, прежде всего, нашего председателя Государственного совета Константинова Владимира Андреевича, тем попечительским советом, который он возглавляет, первая очередь была сдана к 70-летию победы. В этом году планируется вторая очередь, там сквер памяти планируется открыть, так называемый. И 6 числа формат участия общественности в этих мероприятиях еще уточняется, но все желающие, прежде всего, узники, малолетние узники фашистских концлагерей, которые у нас есть и в городе, и в республике, смогут принять участие в открытии этого сквера памяти, посмотреть, что будет сделано, там делается все красиво, серьезно и надолго. И память будет о тех, кто там был замучен, я думаю, на долгие годы. В один день с мероприятиями на территории бывшего концлагеря совхоза «Красный» в Симферополе, в парке имени Гагарина, будет открываться аллея героев. Вот расскажите, пожалуйста, о том, что это за аллея такая, и чем герои, имена которых увековечены в ней, отличаются от тех героев, которые уже увековечены в Гагаринском парке? К 65-летию победы в Гагаринском парке перед вечным огнем с левой стороны были установлены стелы с именами героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы и четырех медалей за отвагу, которые проживали в городе Симферополе. Это была инициатива руководства города Симферополя, и это было сделано. С тех пор многие ветераны, родственники ветеранов обращались, чтобы на этих стеллах были отражены фамилии героев и кавалеров, героев Советского Союза, кавалеров Ордена Славы и четырех медалей за отвагу, которые в Крыму проживали в разные годы. В этом году под руководством вице-премьера Руслана Бельбека такая работа была проведена, и 6 мая планируется открытие этой аллеи уже с полным списком всех наших героев, уроженцев Крыма. Через три дня после этих событий у нас наконец-то наступает вот эта заветная цифра, заветное число, 9 мая. Как в разных городах Крыма, но и самое главное в столице Республики Крым, этот праздник будет отмечать руководство, ну и жители городов. 9 мая, да, это святой праздник для всех крымчан. Не надо забывать о том, что победой мы обязаны практически полумиллиону воинов Красной Армии, которые погибли в 1941-1945 год, обороняя, защищая Крым, освобождая Крым. Поэтому в муниципальных образованиях местных в столице нашей Республики этим мероприятиям придается всегда особое внимание. В этом году также акция, основное мероприятие, это будет шествие бессмертного полка, акция бессмертный полк. Он будет формироваться на проспекте Кирова, от центрального рынка и прилегающих улиц, которые будут после прохождения соответствующего контроля, люди вливаться в эту колонну бессмертного полка. Начало колонны будет напротив памятника Ленина, на проспекте Кирова, напротив площади Ленина. И затем проследует по улице Карла Маркса, до Павленко и в парк Гагарина. На площади Ленина будут выставлены образцы военной техники, как раритетные времен Великой Отечественной, так и современные, чтобы граждане, наши жители Крыма, могли с столицей нашей республики посмотреть на эту технику. Будут выставлены на традиционных местах, на площади Ленина, на театре, на сцене, широкоформатные экраны, где будет прямая трансляция эти мероприятия из Москвы, Парада Победы в том числе. Ну и в парке Гагарина традиционно будет возложение цветов к Вечному огню. Да, предшествует этому будет с 8 утра возложение цветов на воинском кладбище на улице Старозенитной. И, как мы всегда, у памятника партизан и подпольщиков на улице Киевской. Это в ранее с 8 утра, а затем в 9 часов уже начнется формироваться колонна. Начало движения колонны в 11 часов с проспекта Киева. Вечером какая-то часть мероприятия отложена до поздних часов? Да, естественно. До обеда, где-то до 15 часов будет идти выставка техники и так далее. И трансляция с экранов событий в Москве. В вечернее время будет концерт, как всегда, традиционно. Праздничный концерт с участием артистов, самодеятельности. Все граждане Крыма будут иметь возможность в свободном доступе посмотреть все эти мероприятия. В других городах Республики Крым, вот вы сейчас сказали о тех главных событиях, которые в известной степени будут олицетворять вот это участие Крыма в общегосударственном праздновании 9 мая в других городах, населенных пунктах Крыма. Как будет выглядеть это празднование? Каждый муниципалитет имеет свою программу, такую же насыщенную. Она где-то может быть традиционно, где-то дополняется новыми какими-то проектами. Допустим, в городе Феодосии впервые у нас будет, это уже статус всероссийской акции, называется «Кораблик Победы». Также 9 числа десятки тысяч, вот я знаю цифру на сегодня, там проходило уже 40 тысяч корабликов, изготовлено детьми, школьниками с различных регионов России, Крыма. Будет после завершения шествия бессмертного полка на набережной Феодосии, будут эти кораблики спущены в море детьми, как в память о своих предках, которые воевали, добивались этой победы и победили в этой страшной войне. Но это правда говорят о том, что сама акция «Кораблик Победы» она феодосийцами изобретена и подхвачена другими регионами Российской Федерации? Да, пятиклассница школы с города Феодосии инициировала. Эта акция нашла поддержку в нашем руководстве Республики Крым, прежде всего в правительстве. Нашла поддержку в администрации президента и прибыла всероссийский характер. Насколько я предварительно знаю, что трансляция будет по каналу НТВ на всю Россию этой акции. И каждый желающий может прислать этот кораблик с именем своего. Ну вот она ощутимая, что называется, лепта крымчан. Конечно, конечно. Но с этого года первый раз мы отмечаем кораблик Победы. Первый раз, да. Это наш проект инициированный. Наша визитная карточка. Наверное, так. Спасибо большое, Георгий Дмитриевич, за то, что рассказали о том, как мы будем праздновать День Победы в Крыму. С праздником вас и ваших коллег. Удачи, всех благ. Мы не прощаемся с вами. Продолжаем следить за развитием событий на полуострове. День Победы в Крыму.